Всем привет, ребят, с вами Дайкер, магазин АПГ. Наконец-таки мы запускаем первый официальный выпуск по новостной части. И на этот раз будет в два раза медленнее. В этом выпуске. Камни Intel 12-го поколения, их цены и дата выпуска. RTX 3090 Super. Android на Windows 11. Грядущий дефицит видеокарт осенью. И системные требования Far Cry 6. Все мы в курсе выхода камней Intel 12-го поколения, Elder Lake. 27 октября пройдет мероприятие Intel Innovation, где, соответственно, их и представят. А старт продаж состоится спустя три недели, 19 ноября. В начале продажи поступит туповое решение. С возможностью разгона индексом K. Ну и, как вам известно, камни будут иметь новый сокет 1700 ЛГА. Материнки на чипсете Z690. И поддержка DDR5 памяти. Так что в конце осени можно будет максимально обновиться. Хоть эти камни не вышли в продажу, но европейские магазины уже слили цены. Они на ваших экранах. RTX 3090 Super. Никто даже не ожидал, что данная топовая карта будет иметь какое-то в будущем обновление. И я вас обрадую. Это уже будет игровое обновление. Но мало того, что она станет игровой, она будет еще и очень горячей. Так как теплопакет составит аж 450 Вт. И, соответственно, вы свою систему будете строить примерно на киловаттнике. Еще, что самое интересное, новинка лежится NB-Link. То есть вы не сможете соединить две карты вместе. И, соответственно, если не будет этой связки, видеокарта реально считается игровой. Также будет более быстрая память. 21 ГГц против 19,5. А пропускная способность памяти будет 1 ТБ в секунду. Ну и, наконец, вас обрадую, новинка выйдет в этом году. Запустить Android на Винде. Теперь это возможно официально. И возможность появилась именно на 11 версии операционной системы. Приложение называется Windows Subsystem for Android. И оно уже есть в магазине Microsoft. Правда, я еще лично не перешел на эту операционку, потому что жду примерно октября, так как будет официальный релиз. Но если те, кто юзают бетку, соответственно, уже могут попробовать данное приложение. В описании ПО написано, что приложение создано для тестовых целей. И поэтому скриншотами его работы делиться запрещено. Я знаю, что данная тема вам всем уже надоела, но я вас обрадую. Этой осенью дефицит видеокарт продолжится. Да ладно! Во-первых, это из-за роста курса криптовалюты. Во-вторых, снилился объем поставок видеокарт. В основном это грозит RTX 3060 и RTX 3060 Ti. Сегодня, в принципе, народ все сборки собирает только на этих картах. И в-третьих, из-за новых вспышек заболевания коронавирусом. И по многочительным просьбам мы добавляем в нашу новостную часть и игровую индустрию. Наконец-таки, вечно я тоже жду, опубликованы системные требования Far Cry 6. Я думаю, многие уже играли в эту игру с открытым миром, с кооперативом и большим арсеналом оружия. Игра выйдет 7 октября на всех современных платформах. Естественно, в игру добавляют поддержку трассировки лучей. А вот системные требования вас немного огорочат. Тем более, с сегодняшним дефицитом видеокарт. Но лично мое мнение, они немного завышены. Да и в принципе, любые другие производители игр это исполняют. Чтобы поиграть в игру на ультра настройках при фулл-жидеродрешении, вам понадобится видеокарта GTX 1080. Или его современным аналогом RTX 3060. А для пользователей, которые имеют мониторы 2К разрешения, понадобится видеокарта RTX 3070. Более подробная информация по системным требованиям на ваших экранах. Ну вот, новостной дайджест подошел к концу, и мы решили под конец выпуска закинуть актуальный мем. Всем спасибо большое за просмотр первого новостного официального выпуска. Надеюсь, вам все понравилось. Обязательно в комментариях покажите, расскажите, укажите, что вам зашло, а что нет. Обязательно прочту ваши комментарии. И постараемся внести изменения в последующих выпусках. С вами был Дайгер и магазин АПГ. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok